Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о телеводвижении Ярославля, в общем-то достаточно актуальной теме, в которой делается не так много внимания со стороны, наверное, политиков, но с каждым годом мы видим, что количество людей, которые ездят на велосипедах в городе растет, и в общем-то эта тема актуальна не только в Ярославле, но и в России, и во всем мире. По многих странах концепция развития велосипедного движения и вообще генеральный план, закладывается в план развития 100 человек в городе, является одной из самых важных частей транспортных концепций, но как бы пока что в Ярославле не было ни статистику, ни по поводу следует на эту тему, и было интересно посмотреть, кто же эти люди, которые ездят на велосипедах, где они ездят, и что это, существует ли вообще велосипедное движение, чтобы каким-то образом сделать это видимо. И вначале мне бы хотелось сказать, что как правило, когда мы смотрим на европейские страны и видим, что инфраструктура там уже развиты, и все так прекрасно, я бы хотела сказать, что, конечно, так было не всегда, и они так же, как и мы, столкнулись где-то 30 назад, в 70-х годах они столкнулись с огромным количеством автомобильного транспорта, и мы тогда впервые, именно различные организации и люди впервые вышли на улицу и начали разговаривать с властями по поводу того, что необходимо предоставлять альтернативные средства передвижения и строить инфраструктуру. Здесь вы видите, в общем-то, я бы хотела сказать, что во многом инициатива должна исходить изначально не только от властей, хотя сейчас это считается трендами, модными, но и различных организаций, которые должны предоставлять интересы муниципистов в городе. И здесь вы видите, что можно действовать различными способами, то есть, с одной стороны, люди устраивают различные акции, с другой стороны, они разговаривают с политиками о развитии этой вела и неспособления. То есть, очень часто пока сами люди или представители вело-сообществе не начнут это делать, не покажут, что это действительно нужно и что в вело-сообщество существует, очень часто как бы об этом забываются. И инвестиции в эту сферу никаких нет. Поэтому, в принципе, вот это небольшое исследование я бы, наверное, рассматривала как небольшой такой опыт, каким образом можно визуализировать эту проблему. Рассматривая Ярославль, мы видим, что, конечно, у нас очень много минусов и много публикаций в развитии инфраструктуры, доминированного общественного автотранспорта, отсутствие велосипедной инфраструктуры, поэтому люди, конечно, ездят очень мало, отсутствие какой-либо велосипедной политики и самое главное, это, конечно, отсутствие законодательной базы, о которой Маша уже сказала, то есть мы, даже при всем желании, необходимо сначала создавать какие-то нормы, регулирующие велосипедные движения, чтобы потом уже проектировать, хотя в мире и преодолировать. Но при этом у нас, в принципе, в городе достаточно много факторов, которые положительно могут сыграть положительную роль в развитии вело-инфраструктуры, такие как топография, мы очень повезло, у нас ровный рельеф, относительно короткие, относительно короткие дистанции передвижения, для Москвы нам не нужно, то есть здесь, я расскажу об этом попозднее. В принципе, широкие улицы, сравнительно, если в сравнении с Европой, но, конечно, сейчас они полностью заполнены автотранспорты и требуется, конечно, изменение транспортной инфраструктуры в некоторых местах. Кроме того, у нас в городе очень много студентов, то есть, в принципе, те люди, для которых могут строиться пилотные проекты частично. Очень часто при разработке каких-то строительных планов белой инфраструктуры начинают с этих пилотных проектов и анализируют, где ездит та группа населения, которая в первую очередь на велосипеде, например, с тем, ну, очень, наверное, плохо. Но здесь я попыталась проанализировать кент план, и вы видите радиусы. Это радиусы, равные двум километрам, это примерно в 10 минут на велосипеде. Эта методика взята у датчан, у Янгген-Акетет. Они обычно анализируют город, они берут территорию и смотрят, сколько примерно минут потребуется, чтобы проехать по этой территории на велосипеде. И здесь как бы видно, что, в принципе, из периферийных районов, то центра города, если мы берем условно 2 километра за 10 минут, то можно набраться из всех районов до центра города, до исторического центра города, что соответствует примерно 40 минут. Потому что считается, что это дистанция в 2 километра, это та дистанция в 800 метров, 2 километра, это та дистанция, на которой человек может идти пешком, согласиться, а дистанция 2-5 до 8 километров, это та дистанция, которая пригодна для белой инфраструктуры. Свыше 8 километров уже будет садяться на общественный транспорт 100% и использовать автомобиль. Прежде чем я начала это исследование в ноябре, то есть не было возможности стоять и считать анонсифидистов, даже если бы кто-то их проехал. И поэтому мы решили, я решила провести интервью сначала с представителями муниципального сообщества, чтобы поговорить о том, что такое вообще муниципальное движение Ярославль, подформить такую небольшую аркету, возможно, кто-то из вас о не слышал, будет. С помощью социальных сетей, сетей, фейсбук, контакте, не знаю, везде, в том числе организаторы этого фестиваля активно помогали распространить информацию о онлайн, то есть интернет-опросе, чтобы выяснить, направленный на все население города, любой из жителей города мог заполнить эту анкету, чтобы выяснить вообще, каковы велосипедные практики в городе, и видеть хоть какую-то минимальную, изначальную статистику о велосипедном движении, и посмотреть пространственное распределение велопотока в городе, и посмотреть отношение жителей к велопотоковкам, и вообще где нужны ли они, если нужны, так где. Это сама анкета, то есть та часть, на которой основаны смены, и из нее можно увидеть три основные части, первая часть направлена на сбор данных по статистике, то есть это полный взрослой состав и так далее, будут показаны дальше, и следующая часть касалась самих маршрутов, то есть людям было предложено заполнить, написать, описать свои маршруты, либо скинуть ссылку на карту в интернете Google Maps, то есть такими вот самыми простыми способами написать маршруты, которые потом в дальнейшем, маршруты на работу, маршруты рекреационного характера и спортивные маршруты, которые потом могли бы сформироваться, дать информацию о том, где ездит наибольшее количество, какие улицы, наибольшие сети не загружены, где вообще ездят люди, ездят люди. И третья часть этой анкеты, она больше посвящена была парковкам и отношению людей вообще к делу парковка. И нам начнем. Часть А. Большое спасибо всем тем 329 респондентам, которые заполнили эту анкету. И когда мы видим результаты этой исследования, оказывается, что большая часть населения заинтересована в развитии или заинтересована в развитии его инфраструктуры, или те, кто ездит, пользуются на себе, или это люди младше 35 лет, в основном, это 89%, и 60% мужчин, 40% женщин. Обычно такие данные говорят о том, что велосипедное движение в городе, конечно, оно все-таки опасно, и многие не рискуют пользоваться велосипедом из-за такого количества автокарстов. Людям было предложено 4 категории, с кем они являются, это спортсмены, регулярные, несосточные, 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 потенциальные. И из этого 45% это люди, которые, большая часть людей, это люди, которые едут в организованных велосипедах, на организованных велосипедных дискуссиях, или случайно, как-то пользуются велосипедом, либо ездят только нерегулярно. Но в соштранце, практически 40% это регулярные велосипедисты, которые пользуются велосипедом, как средства транспорта, что очень-то радует. И третья часть этой статистики говорит о том, что в основном, люди ездят в пределах от 15 до 40 минут, занимают у них дорога от дома до работы, это опять-таки возвращается в той схеме с радиусом, с радиусом, мы видим, что в принципе в городе благоприятная ситуация для развития инфраструктуры, потому что в течение 15-40 минут многие выбираются до работы. Далее, на ВОЗ, в цели ваших поездок на велосипеде, около 50% корреспондентов, ездят, 50% они не используют велосипед для поехать на работу, но при этом 87% большинство все-таки пользуются велосипедом для велопрогулок, и 41% населения пользуются для спорта. С чего можно сделать, опять-таки, вывод, что велосипедное движение, мирославие, это все-таки выполняет манипуляционную функцию и не снижает никаким транспортом, сейчас пока покажут. Многие ездят с апреля по ноябрю, это 45,5%, то есть когда подойдет снега, 35% предпочитают ездить только летом, но 16,5% ездят в течение всего года, да? Может быть, они ездили, ездили бы большее количество людей, но в народе машины не чистится. Около 64% респондентов ответили, что они предпочитают предпочитают длинный маршрут, им нет транспортного потока, потому что это нужно всегда учитывать в проектировании инфраструктуры, то есть если эта дорога идет вдоль магистрали или какой-то загружной магистрали, то необходимо предусматривать буферную зону, которая бы отделяла выездка просто поход в маршрут. Вторая часть посвящена уже самим велосипедным маршрутам, которые выбирают минуты для поездки на работу. 142 респондента ответили, где же они ездят на работу, и судя по этому данным, я составила несколько карт. Первая карта вы видите, что эта матрица показывает какие из таких основные направления движения велосипедистов. И из нее видно, что в основном это радиальное направление, то есть люди ездят из периферийных районов в центр города. Больше всего, причем также видно, что, например, в Кировском районе очень много людей, которые и живут, и ездят на велосипедах, на работу, внутри одного района. Самое большинство людей ездят из Фронтикского района, Заворского района, и из Фронтикского района. В основном ездят именно в центре. Мало кто ездит из одного района, куда-то далеко в следующем. Вот так выглядит карта этих маршрутов, если мы ее посмотрим детально. И из нее видно, что в основном люди предпочитают ездить по главным магистралям, у нас нет никаких дорог, и едут из всех районов параллельно движению основного потока транспорта с аккумуляцией, соцсредоточения транспорта на основных мостах, которые, конечно, большим препятствием служат сейчас. И здесь вы видите, что в основном люди приезжают в центре, разъезжаются потом по своим, туда, куда ее нужно. Но при этом видно, что очень многие предпочитают обезжать центральную часть города, или выезжать до каких-то своих целей по набережкам. То есть видно, что набережная служит не только местами для рекреационного отдыха, и для туристического, не только для поездок в выходные дни, но очень многие предпочитают объезжать вот этот опасный центр города, так же и там. То есть это основная юрисоведная магистральция, количество людей, которые едут в каждом месте у вас. 140 человек рассказали о том, описали себе маршруты рекреационного характера. И на этой карте я попыталась выяснить, показать, отразить, какие районы города наиболее значимы для рекреационного велосипедного движения, судя по отельным горожанам. Вы видите, что в Кировском районе 126 человек из 240, они указали улицы этого района, как место, где они предпочитают ездить на велосипеде в рекреационных территориях. Так же очень... И люди из всех районов едут в центр города для отдыха, на втором месте Заволжский район, туда же ездят горожане из всех остальных районов города, чтобы... Остальные районы, в них в основном люди едут как будто локальные такие рекреационные маршруты, то есть люди, которые живут в этих районах, они предпочитают вареное ездить. Исключение, может быть, составляет в некоторых случаях Крунзенский и Красноперековский районы, прилегающие к фронтойме отрасли или к Петропавловскому парку. И еще раз я составила такую же карту, где вы видите, что те же самые... что люди, которые ездят в рекреационных целях, то есть для отдыха, они вынуждены использовать те же самые маршруты, движения, что и наши общества, как и вообще эти те же самые регистрали, отсутствуют какие-либо другие дороги, даже если у вас есть время, вы не можете объехать эти регистрали, если вы едете в центр города. И если вы едете в центр города, то вы едете на набережную. Здесь видно, что практически из 140 людей, 115, 111, то есть большинство указывают в центре города или набережную. Вот это исследование, оно еще раз подтверждает документально, что набережная сейчас, это уже место таких конфликтов пешеходов, людей, которые нужно быстро проехать на работу, и людей, которые ездят по набережной для того, чтобы просто обратно на велосипеде. То есть необходимо каким-то образом решать вопрос, нескольких движений на призон. 33 человека ответили о целях, описали свои спортивные маршруты. И здесь мы видим немного другую тенденцию, потому что если в предыдущих двух случаях люди применялись ехать в центр, то для спортивной цели многие стараются уехать из города и описывают уже свои направления, как направление Углич, Китай, Ток, Брусово, Кострома, Белкин, Бабилов, Ян. Здесь нет какого-то преобладающего направления. В общем-то, я думаю, мы едем там и туда, где наиболее приятное покрытие и оплетающая света. В принципе, это говорит о том, что есть потенциал, есть потенциал для развития каких-то на региональном уровне велосипедных маршрутов, которые связаны с Ярославль не только внутри, но и с прилегающими различными другими городами небольшими. местами инфляционного отдыха. Следующая часть, посвященная велопарковкам. И согласно этой части 89% людей никогда не оставляют свои велосипеды на улице, потому что 24% не оставляют из-за отсутствующих велопарковок и 45% не оставляют из-за отсутствующих велосипеда, потому что они боятся, что у нас нет нужной инфраструктуры и, в общем-то, выдающие по карту на том, разумеется, оставить свой велосипед. 20% дисконтенту сказали, что да, они оставляют свой велосипед, сделают деньги, у столбарные, урок парковки, где угодно. Когда было предложено ответить о ваш вариант парковки велосипеда, что он из себя представляет, большинство людей указали, что они оставляют велосипеды на работе, в офисе, внутри здания, или внутри с собой. Когда я подвала интервью, некоторые мне говорили, что да, многие действительно оставляют в офисах, и некоторые начальники даже против того, чтобы люди приезжали на велосипедах, или работники приезжали на велосипедах, потому что там что-то свой секедр в офис. Многие оставляют в пределах видимости, или готовы оставлять, но специализированы на велопарковке, или на велопарковке с видеомедведения. Оставляют на балконе, или дома. То есть, в принципе, видно, что должны догадаться оставлять, что, в принципе, нужно строить хотя бы на начальном этапе велопарковки, которые были снабжены каким-то, то есть, либо это было видимо наблюдением, либо каким-то образом обеспечивалось безопасность. Где конкретно, где конкретно нужны велопарковки? Большинство указали, что велопарковки нужны около торговых центров или магазинов. Были такие вопросы. Очень многим нужны велопарковки и у какого-то какого-то центра и кинотеатра. Многие писали, что первое же покрое, у которого будет делала парковка, я там буду постоянно клиентом. Многим нужны делать парковки на набережных и в университетах, и школах, и новых центрах, в парках, пляжах. Мало что, указываем вокзал, потому что у нас отсутствует вот это региональное сообщение, когда вы едете с велосипедом куда-то, вы пересаживались на поезде, или у нас пока не развито, или пока что обострованы. И конкретные места наиболее часто упоминаемые в ответах. Это, конечно же, была набережная, где людям очень нужны его парковки. Затем это улица Кирова. Тюз, очень часто упоминался, Красная площадь, Площадь Волкова, Стрелка, новый концертный, концертно-тревичный зал, вот этот новый парк, и кинотеатр Розина. Стрелка была конкретная, и стал вытяжным его парковки уже там. Стратегия. Хотя это сложно назвать стратегией, потому что я бы не стала сейчас говорить стратегия по сути дела предполагает под собой не только городостроительные какие-то мероприятия, но это определенный документ, который определенные цели, то есть, например, в европейских городах или вообще в Европейском Союзе, у них уже сейчас стратегии прорабатывают не только на уровне города, но на уровне всего Европейского Союза. То есть, они говорят, мы хотим увеличить к такому-то году велосипедное движение до столь-ки-то процентов. И это распространяется на все страны Европейского Союза. То есть, каждая страна должна, города этих стран должны каким-то образом регистроваться, развивать делом инфраструктуру и различные способы. Кроме того, в стратегии обычно включаются не только строительство дел инфраструктуры, это еще огромное... А сейчас я взяла за основу эти основные... То есть, мы понимаем, что основные потоки это потоки ищие из района в город в центральный район, то есть, в центре пересекаются все потоки, которые приезжают, и они уже как-то куда-то уехают, либо обратно, либо через центр они должны бесплатно приезжать. Кроме того, велоинфраструктура должна вообще органично всегда вписываться в транспортную структуру города и в систему общественного транспорта. То есть, она должна быть полностью интегрирована и включая все вокзалы автовокзала и речные порты. Судя по тому, как вы анализируете данные, которые вы определили, появились, и структуру самого города, мы можем сказать, что есть центральная часть города с огромным количеством людей, которые там работают и которые передвигаются по коротким маршрутам. Есть люди, которые едут из районов и делают центральную часть города. То есть, это два-две разные категории. В первой категории нужны быстрые прямые связи. Кроме того, более-менее закольцованная сеть, которая позволяла людям из одного города проезжать в другой воспитательном. Во втором случае, мы говорим о велосипедных коридорах, то есть, быстро добраться из районов центра города. В общем, дороги у нас одни и тоже. и третье это загородный маршрут, если мы говорим про спортивные различные или люди, которые едут, которые не так много ездят на нюнисфеде, можете бояться ездить на нюнисфеде в центре города или вдоль на самой нюнистрали. Это хорошая возможность для них создать секретационную сеть за городом, где бы они могли себя свободно чувствовать и учиться показывать на их пене. То есть, в принципе, это центральное прочесло и связи с районами, те базовые вещи, которые необходимо предусмотреть на нюнисрочные. Это более, как бы, я пыталась посмотреть, проанализировать, какие улицы вообще города наиболее приспособлены там, где нет такого количества общественного транспорта. И тоже, то есть, эти маршруты, они идут, как правило, параллельно к тем маршрутам, где ездит общественный транспорт. Для этого могут использоваться тихие улицы, на которых, в принципе, необязательно строить какую-то серьезную инфраструктуру, я имею в виду в центре города. То есть, очень часто на таких улицах понижается скорость движения. транспорта в идеале до 30 км в час, и тогда нет необходимости прочерчивать эту велосипедную дорожку или строить что-то. можно использовать ее совмещенно с существующим транспортом. 30 км в час это такая скорость, которая, в принципе, не самая пределка и не опасная скорость движения автомобиля. Если смотреть, то получается, что это улицы полученные на рощу, Минградский проспект в будущем правило, они выходят на надежную Волгу, и промышленное промышленное шоссе им брало траспект Автября, потому что там очень сложно, мне кажется, интегрировать эту инфраструктуру из-за того, что из-за большого количества общественного транспорта и автотранспорта, промышленное шоссе более-менее как-то разгружено, но там есть препятствия это мост, который приезжает при повесе пятежи, дальше идет улица Углическая, и постепенно мы как бы с одной стороны приезжаем, приезжаем в центральную часть города, с другой стороны Катараскин надежной, и все это в принципе можно связать и достаточно неплохо, если будет устроено необходимое количество какого-то светофоров, вообще движение будет регулировано, то с помощью проспекта Ленина, с помощью бульвар, на который можно было интегрировать, я покажу примеры, например, в Вене, то есть они сделали сейчас, да, существуют некоторые конфликты между пешеходами и медицинами, но очень часто там есть также бульвар, который я полностью делаю в спене, он охватывает весь центр бульвар, и в Ярославле можно было принять похожую спену, например, дальше как бы используя, дальше я использовалась небольшие улицы, которые связывают город между собой внутри, и они идут параллельно улице Свободы, Большой Октябрьской, с выездами на эти все улицы, набрежная, московский просфект, заблогой и дальше я попыталась проанализировать полушку. Начнем полушку на рощу и полушку на рощу. Если мы смотрим полушку на рощу, то мы можем как бы, если мы берем сейчас сечение профиль улицы, то как бы при такой категории улиц, то есть при таком потоке транспорта необходимо, как я уже говорила, разделять мунициперную дорожку, мунициперные сообщения от транспортного потока, и в принципе неплохое решение было бы использовать зеленую зону, которая и так уже существует в той территории. Многие из вас если ездите на муниципер, наверное, есть по существующим тротуалам, то есть там можно было регулировать велосипедную дорожку в двух направлениях в такой типе металл, который бы связывал с этой зеленой. Спасибо.